Приветствуем, друзья! Сегодня мы беседуем с Викторией Дмитриевой, известным переводчиком, индологом, специалистом по санскриту, автором интересной книги об Индии, Индии, «Бродячее блаженство». Виктория, приветствуем вас! Здравствуйте, Александра! Расскажите, пожалуйста, немножко вашу историю, как вы пришли к Индии, как Индия пришла к вам, возможно, с чего все это началось, ведь это было в Советском Союзе, и это было нетипично, так скажем. И как развивались дальше ваши отношения с Индией? Да, история отношений с Индией довольно странная, потому что никто в моей семье с Индией не был связан. Я родилась в семье технарей, инженеров, и вот с детских пор все индийское вызывало какой-то особый трепет и даже особое узнавание. Мне интересно было знать, чему улыбаются вот своими загадочными улыбками вот эти вот Будды и вот этот Натараджа Шива и вот этот Ганеша. Изредка попадались в статуэтки, и вот я видела эти загадочные улыбки. И индийские люди, которые изредка очень встречались на улицах Ленинграда, вызывали какой-то удивительный восторг, они казались неземными существами. Почему это все так? Никаких логических объяснений совершенно нет, потому что, ну, как я уже сказала, никаких прямых связей в семье с Индией не было. И когда моим одноклассникам, моим сверстникам нужно было в Америку, в Австралию, в Канаду, мне нужно было только в Индию. И мечтала я только об Индии. И в 10 лет, когда наши соседи отправлялись в Индию, мне было 10 лет, я собиралась в их чемодане туда отправиться, потому что я понимала, что это единственный способ выбраться из страны, закрытой железным занавесом, вот в страну мечты. Как один знакомый сказал, есть такое понятие родина души. Вот есть родина-родина, где ты родился, а есть вот какая-то еще земля, с которой тебя, видимо, связывает твой прошлый опыт. Но для того, чтобы в это поверить, нужно принять тогда теорию перерождения душ, в которую верят индусы, согласно которой мы путешествуем, постоянно путешествуем из тела в тело, из жизни в жизнь. И вот индусы к моему вот этому удивительному влечению к Индии относятся совершенно спокойно. Некоторые из них даже говорили, она русская, но в прошлых жизнях индуска. Они даже меня так представляли. Ну да, вот такие прошлые, старые, сильные санскары, которые привели к этому. Вот так начался интерес, то есть с детства, но уже по-настоящему общение с Индией гораздо позднее началось. Сначала с изучения санскрита и индийской философии в университете Магил в Канаде, в Монреале, и уже потом, конечно, встречи, начались встречи с живой Индии в 96 году. А расскажите немного, как вы в итоге оказались в Индии, да, и как вы пришли к тому, что вы начали учить санскрит, вы начали говорить на хинди, да, это же в советском время было совершенно не распространено. Даже английский язык считался делом дипломатов, иностранных гостей. Вот в советское время я этим всем и не занималась, потому что поступление на ВАСТФАК в Советском Союзе было связано с прохождением по различным вот номенклатурным инстанциям райкома комсомола, и необходимы были особые справки, потому что восточный факультет, именно восточный факультет, был под строгим надзором КГБ. И об этом знают все. Поступление туда было сопряжено с особыми сложностями, и через них, в силу уже тогда сложившихся убеждений моих, я не могла проходить никак, потому что для этого нужно было немножко приврать. Вот это делать крайне не хотелось, и поэтому поступала я на ФИЛФАК, английское отделение филологического факультета университета, тогда еще ленинградского, и заканчивала его, а потом я уехала в Канаду. В 90-м году, в конце 90-го года я оказалась в Канаде, и вот уже там, без надзора, так сказать, прямого большого брата советского, я начала изучать санскрит и индийскую философию. На факультете религиоведения в университете Макгил в Монреале. И, собственно, тогда и началась моя вот такая индийская жизнь, потому что впервые в Индию я поехала уже из Канады, уже изучая санскрит, уже умея читать Деванагари, во всяком случае, я уже могла читать какие-то вывески и что-то понимать, ориентироваться как-то. И вот так началась Индия, началась Непала, на самом деле, но, в общем, потом развернулась во всей своей красе, во всем своем ужасе тоже. Да, скажите, пожалуйста, в вашем окружении понимали это, ваше увлечение, эту тягу? То есть не считали вас много странной, возможно, да? Окружение вы имеете в виду? В семье, друзья? В семье нет, в семье не понимали, но и никогда не препятствовали и не мешали. Просто, видимо, потому что любили и любят меня. И вот чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало, наверное, так, да? Были странные вот эти корешки книг со странными закорючками. Они настораживали, они волновали, может быть, пугали даже. А вдруг она в какую-то секту попала? Ну, ведь очень сложно вот так понять, что у ребенка на уме и зачем он все это делает, да? Да, можно сказать, что с пониманием. Не то, чтобы разделяли, но понимали и не мешали, за что большое спасибо еще раз могу сказать своим родителям, да. Скажите, пожалуйста, вот вы хорошо знаете Россию, хорошо знаете Индию, вы жили и там, и там. И расскажите, пожалуйста, как их можно сравнивать, в чем они похожи, в чем они различны? Ведь для нас считается, возможно, Индия – это какая-то чужая культура, да? Ну, вот есть такое понимание. Хотя на самом деле, я знаю, вы говорите о том, что очень много общих моментов. Общих моментов действительно очень много, и общность – это бросается в глаза довольно быстро всякому русскому человеку, который приезжает в Индию. Немножко вот нужно побыть там какое-то время, пообщаться с индийцами, пожить вот их жизнью, да. И ты начинаешь понимать, что их манера поведения, вообще их привычки какие-то, их реакции, они чрезвычайно нам знакомы и близки. Это такое, знаете, вот не западное, а вот скорее восточное отношение к жизни, более философское и более такое спонтанное. Вот это понятие авось, да, что вот авось, вот всё вот как-то разрешится, всё получится, как-то с дужьей помощью. Да ладно, разберёмся, вот это да ладно, разберёмся, да ладно, завтра, да всё решится, и всё будет хорошо. Вот оно, оно совсем не американское, не канадское. Я, поскольку 10 лет прожила в Канаде и вообще в Северной Америке, я могу сравнивать, не есть с чем сравнивать. Я много путешествовала, я была неоднократно в Европе и по долгу разных странах европейских. И я могу сказать, что я пока не встретила более родственного, хотя, казалось бы, очень разного народа на Земле, чем индийцы и русские. Но ведь исследования же генетические показали наше генетическое родство. То есть мы принадлежим к одной и той же гаплогруппе, насколько я знаю. Для всякого, кто начинает изучать санскрит, тоже моментально бросается в глаза. Ты видишь сразу же родные корни, ты часто видишь практически те же слова, те же окончания падежные. Санскрит и русский, безусловно, безусловно, ну как их назвать, братья, языки братья, наверное, братья, сёстры. И более близок к санскриту древний славянский язык. И существует даже такая работа, к сожалению, она единственная пока что научная, серьёзная работа немецкого эндолога, санскритолога Гилфердинга, который называется «О сродстве языков санскритского и славянского». Есть такая небольшая брошюрка как раз на эту тему. Я удивляюсь, почему до сих пор нет глубокого, серьёзного анализа сравнительного санскрита и русского, в смысле их грамматик. И там ведь ещё, понимаете, в чём родство? В том, что на английском очень трудно выразить крайне тонкие состояния сознания и души. Особенно состояния, связанные с переживаниями внетелесными, надземными, вообще с жизнью духа. Жизнь духа гораздо умелее, точнее, глубже выражает санскрит. И следующий по вот этой вот глубине выражения, по способности выражает невыразимое. Идёт русский, безусловно, безусловно. Да, фольклор, сказки, даже знаменитый эпос Ромаэна, который читает вся Индия и знают дети даже в Индии. Сюжет перекликается с Русланом и Людмилой. Если бы только это, ещё множество других сказок, сюжетов вы найдёте. Даже в сказках Пушкина, которые он слушал и получил от Арины Родионовны, от своей няни, они перекликаются с индийскими фольклорными сюжетами. Очень. Ну и вот, как я уже сказала, в поведении. Конечно, они отличаются от нас. Конечно, мы более нордические, суровые, сдержанные. Но, тем не менее, есть, понимаете, есть тепло некое при контакте. Вот тоже тепло, например, возникает там с сербами, если в Европе. А вот с немцами и голландцами оно всё хорошо, но оно немножечко другое. А там родная какая-то среда, несмотря на то, что они такие темнокожие и, казалось бы, другие совсем. А оно родное. И это узнавание родного происходит быстро довольно-таки в русском человеке, откликается. Что-то такое тут вот напоминает мне какой-то там Псков или Новгород или Вологду. Вот порой в индийских каких-то очертаниях городов, на индийских улицах что-то вот слышится родное, понимаете? Но это можно только прочувствовать, когда ты вот сам там находишься. Благодарю вас за ответ. Очень интересно. Скажите, пожалуйста, вот вы долго жили в Индии, вы во многих местах бывали. И у вас нет, возможно, восторженного отношения такого поверхностного к ней, да? Вы прекрасно понимаете, что это тоже страна там со своими проблемами. То есть вы смотрите на неё объективно более-менее, да? Вы принимаете и хорошие стороны, и какие-то минусы. Вот расскажите немножко, какая современная Индия? То есть мы её, да, возможно, знаем больше по восточным сказкам, но несмотря на то, что сейчас достаточно популярные поездки в Индию, да, достаточно сложно понять вообще всю её. Она такая разная, и ездят в основном в какие-то туристические штаты. Вот какая современная Индия? Чем вот её можно характеризовать? Ну, вот, конечно же, когда первый раз ты едешь в Индию, даже если ты уже подготовленный, подкованный, даже если ты уже изучал её языки, её философию, её культуру, немножко уже изучал, несмотря на всё это, ты приезжаешь в толстенных розовых очках. Всегда. Это неизменно. Потому что настолько сильный создан её вот этот образ мифической, волшебной, сказочной страны йогов, где просто вот на каждом углу вы можете встретить великих учителей, которые расскажут вам, что вам делать дальше со своей жизнью и как достичь освобождения. И что чрезвычайно пронизана духовностью вся эта страна. Вот с этими мифами приезжает каждый иностранец. Даже если он индолог, будолог, санскритолог, это не помогает. Эти розовые очки постепенно начинают тускнеть или наоборот становится более чёткое, реалистическое изображение. Ну, не знаю, может быть, через год жизни в Индии. Но на самом деле, наверное, даже больше. Ещё очень зависит от того, чем вы там занимаетесь, где вы, с кем вы, в какой среде вы общаетесь. Потому что одна история – это общаться с махараджами, с отпрысками махараджей раджпутских, например, с которыми вы можете запросто общаться в Индии. Потому что они доступны. Они все свои дворцы в основном переделали в отели и живут обычно во флигеле. Или при вот таком отеле вы можете общаться с махараджей. Вот такое небольшое отступление. Или вы общаетесь действительно с какими-то учителями, с носителями знания различных традиций духовных Индии. Или вы общаетесь с менеджерами отелей, с офисными служащими, программистами. Это всё очень разные слои Индии. Понимаете, никогда нельзя об Индии однозначный дать ответ и сказать «Индия такая-то». Вот это невозможно. Потому что это будет каждый раз разная Индия. В зависимости от того, какой мы берём срез социальный, о каких мы говорим вообще, о каких мы людях говорим, о каких интересах мы говорим. Это всё будут разные вот такие слои. То есть колоссальный слоёный пирог, где есть всё. Считается, что она такая, вот её сравнивают с такой вселенской губкой, которая впитала всё, что только есть в нашей Вселенной, во всяком случае, в нашей Вселенной. И всё это там присутствует, и всё это там живо. То есть там живы традиции, которым несколько тысяч лет. Точно так же совершаются ритуалы в храмах, пуджи совершаются тем же богам, с теми же мантрами, с таким же произнесением этих мантр. Ничего абсолютно... Каждое движение пуджарина, оно такое же, как оно было несколько тысяч лет назад. И при этом существует современная жизнь, современная Индия, технологии вполне современные, прекрасная медицина на высоком уровне. Ну, я даже не знаю, скоростной интернет, транспорт. Я даже не знаю, чем Индия в этом отличается от остального мира. Практически ничем. Она отличается своим колоссальным населением, которое уже приближается к полутора миллиардам. И вот это как раз одна из величайших её проблем. Растёт население Индии не за счёт... Да, я должна здесь сразу оговориться, что считается, что касты были отменены ещё при английском радже, когда англичане ещё были в Индии. Так вот, это не так. Касты очень сильны в Индии и обусловливают, выстраивают всю индийскую жизнь. И буквально каждый шаг, вот там, начиная от, наверное, женитьбы до поступления в какие-то учебные заведения, работы. То есть рабочие места, например, определённые для определённых каст существуют. И люди... Ну, правильнее называть их варны. Мы просто привыкли уже... Мы много привыкли говорить неправильно. Так вот, я хочу сказать, что всё очень выстроено кастово, что людям приходится даже менять фамилии для того, чтобы получить определённые рабочие места в Индии. Так вот, население Индии растёт и выросло уже за счёт самых низких кастов, самых неприкасаемых, по сути дела. И в брахманских семьях один-два... Максимум двое детей. Уже очень давно. Поэтому это, конечно, колоссальная проблема, с которой ты так или иначе сталкиваешься. Потому что в Индии для того, чтобы оказаться да просто в тишине, и чтобы оказаться одному, без окружения постоянного толпы, плотной толпы людей, нужно подняться выше трёх тысяч метров. И то это не гарантия. Если это какие-то маршруты, например, знаменитые, паломнические, там Кидарнатх, Бадринатх, то там и выше трёх тысяч метров будет толпа. Но вот мне просто рассказывал Саатху, живущий на леднике Пиндари, куда мы неоднократно ходили с группами. Такой ледник Пиндари в штате Таранчал. Кумаун, такая его восточная часть, на границе с Непалом. Собственно говоря, Пиндари и вот этот путь через Пиндари, это старая дорога из Индии на Кайлас, которая была до ещё того, как Китай завоевал Тибет. Индийские Саатху ходили на Кайлас через Пиндари. Так вот Саатху, живущий много-много лет там, такой Дармананда Гири, замечательный, удивительный человек, он рассказывал, что пока не уйдёшь совсем в ледники, совсем в глушь, где нет ничего, уже совсем ничего, непонятно, что никакого электричества, это само собой, вот тебя будут преследовать люди. Непрерывно. Они будут приходить к тебе, что-то просить. То есть в Индии большая проблема с таким вот, с уединением и с тишиной, потому что постоянный шумовый фон, очень сильный. Тем не менее, как вы считаете, места силы, они сохранили свою энергию, несмотря на то, что да, там постоянно много людей, даже если мы возьмём места Будды или места Шивы. То есть есть смысл туда ездить? Влияет ли это действительно как-то на нас энергетически? Важно ли это, совершать вот эти паломничества? Смысл, безусловно, есть. Места сохранились, места не поменялись, и Святой Дух присутствует там так же, как когда-то. Просто зависит от вашего внутреннего настроя, как вы сможете с этим местом резонировать, как будет происходить ваше общение, насколько вы сможете почувствовать во всём вот этом хаосе и шуме и огромной коррумпированности теперь уже даже храмовых работников и даже самих священников, даже самих прахманов, которые служат в этих храмах. Всё страшно коррумпировано в Индии. Вот если вы всё это как бы отринете, да, и не допустите вас смутить, не допустите помешать вашему прямому общению с тем Духом, который присутствует там, с тем сознанием, если хотите. Потому что один из величайших, например, храмов, который входит в пятёрку, называется Панча-Бгута, храмы, элементы присутствия Шивы. Храмы, связанные с Шивой, посвящённые пяти элементам. Так вот название одного из них говорит само за себя. Он называется Чид-Амбаром, буквально пространство сознания. Пространство сознания. Чид-Амбар. Опять же, русское слово Амбар. Это можно узнать сразу. Вот, безусловно, там это есть. И поскольку я уже вот 14-й год занимаюсь организацией вот таких путешествий по местам силы Индии, то я могу сказать вам, что удивительные происходят перемены и трансформации с людьми и в их жизнях после посещения таких мест. У меня есть некая вот уже статистика, поскольку уже много лет это происходит. Я примерно знаю, что у людей происходило после наших путешествий таких. Так что да, абсолютно они есть. И я очень всех призываю по возможности посещать такие места периодически, потому что это даёт колоссальный энергетический заряд. И может какие-то вот узловые проблемы жизненные, может, они могут там развязаться. Я тому свидетель. Благодарим вас. Скажите, вот вы интересно такое выражение использовали. Индия как губка, она много в себя всего впитала. Не секрет, что она сохранила многие учения, духовные, которые и, возможно, в нашей стране уже не столь доступны. Вот как вы считаете, почему именно Индия? Что там такого, что вот она совмещает в себе всё? Она открыта многогранно? Я сама задаю этот вопрос постоянно и не могу получить ответ. И не могу. Знаете, считается, что вот Индия, некоторые её форму даже, когда смотришь на карту Индии, сравнивают очертания, её форму географическую с сердцем, а некоторые её сравнивают с маткой. И вот по её проявлениям, по тому, как она порождает огромное количество овощей, фруктов, людей, идей непрерывно, школ, традиций, всё бурлит. Понимаете, очень живая такая вот почва, очень плодородная. То вот сравнивают с маткой. Вот почему именно Индия стала такой частью суши, я не могу вам ответить. Я сама не знаю, мне самой интересно. Возможно, её расположение какое-то на нашей планете под особыми звёздами, в особой точке этой планеты, где каким-то образом удивительным сливаются энергетические потоки космические. Возможно, потому что... Но опять же, видите, если я хочу сказать, что потому что в этой стране на протяжении тысячелетий уделяли серьёзное внимание не социальным преобразованиям, не улучшению материальной жизни человека, а духовным поискам. И это совершали многие-многие-многие поколения йогинов и духовных подвижников, и учителей. То есть Индия дала миру колоссальный урожай в этом смысле, как никакая другая страна. Но ведь сказать это, это не объяснить, почему именно Индия. Да, это действительно так. И эти люди, ну, конечно, наверное, уже в меньшей степени, чем раньше, но они до сих пор присутствуют в этой стране. Иногда видимо, иногда невидимо. Они, безусловно, там есть. И вот это вот чувство, вот эта вера в то, что они там есть, возможно, и создаёт вот этот вот особый такой трепет ожидания. Я еду в Индию, в Индию, и сразу вот это Индия. Вот сказать, я еду в Китай, ну, в Китай. Или я еду в Берлин, ну, хорошо, замечательно. А тут Индия. И сразу, понимаете, рисуются какие-то удивительные картины, шамбалы. Ну, вот это не совсем так, потому что вот по-настоящему серьёзное, глубокое, чистое духовное знание в Индии нужно искать. Оно не лежит на поверхности никогда. И ни в коем случае никогда это не разрекламированные места. Не те ашрамы и не те учителя, о которых знает весь мир. Это практически ровно наоборот получается. Чем больше разрекламирован тот или иной гуру, чем больше его приглашают в разные страны, он выступает, он приезжает с сатсангами и посвящениями, тем меньше можно ожидать от него каких-то серьёзных знаний, глубоких. Потому что настоящее, оно не заинтересовано ни в коем случае, ни в чём и ни в ком. И не заинтересовано в рекламе, прежде всего в самой рекламе. Оно не то, что оно прячется, оно просто занимается своим делом. И если у вас есть кармический потенциал за счёт каких-то вот ваших предыдущих, видимо, устремлений, намерений, если он в вас присутствует, то он непременно вас к ним приведёт. И если у вас есть жажда учителя такая, как у человека, которого держат под водой, жажда гладковоздуха. Вот есть такое даже сравнение, я сейчас уже не помню, откуда оно, но оно очень точное. Вот если жажда Бога или жажда гуру в человеке такая, как жажда гладковоздуха. Скажите, пожалуйста, вот есть такое понятие, как внутренний гуру, да? И сейчас многие стараются, я хотела Индию искать себе учителей, вы говорите с большими, действительно, с толстыми розовыми очками. Как вы относитесь к поискам внутреннего учителя? Действительно, что это для вас такое? Можете немножко рассказать? Да, я даже скажу вам, что, пожалуй, в современном мире, вот в тех условиях, в которых мы все сейчас живём, внутренний гуру, пожалуй, самый правильный и есть. И поскольку, во всяком случае, согласно самым прекрасным, самым высоким, высокого полёта Духа, традициям индийским и тибетским, в каждом из нас присутствует часть вот этого вселенского огня, вселенского костра Духа, вот искра Божья, она присутствует абсолютно в каждом. Она уже заложена, в каждом без исключения. То, что предполагается сделать, это её обнаружить. Собственно, о чём йога и говорит. Йога – это и есть соединение с той самой нашей искрой внутренней, со внутренним учителем, со внутренним гуру. Гуру, значит, тяжёлый на санскрите, вы знаете. Ну, то есть тяжёлый в плане авторитета, в плане веса авторитета, на который можно опереться. Так вот, этот гуру, он, безусловно, живёт внутри. И он и есть нашей части. Но, понимаете, как считается, что сложно очень с ним вступить в контакт. Крайне сложно. То есть это тоже такая особого рода благодать, кармическая удача. И для разжигания вот этой искорки, которая то узкло, то узкло светится в каждом из нас, необходим какой-то внешний зажигатель, да, импульс, который включает в вас эту искорку. И она начинает сиять, всё ощутимее и ощутимее. И когда вы это чувствуете, приходит вера, приходит уверенность, и жизнь начинает, конечно, преображаться. Благодарю. Вы вот очень здорово упомянули йогу тоже. Можно вас спросить, ваш личный опыт, да, знакомства с йогой. Когда для вас началась йога, с чего она началась? И что такое йога сегодня в Индии? Потому что мы привыкли, да, как вы говорите, мы сейчас туда приедем, и на каждом углу будет йога. Вот какая на самом деле йога в Индии? Что вы думаете о йоге в России? И нужна ли вообще йога Западу в сегодняшнем западному миру, как вы считаете? С йогой мне пришлось просто по состоянию здоровья познакомиться. То, что называется не мытьём, так катаньем меня привели к йоге. Потому что благодаря йоге и каждодневным занятиям я полностью вылечила довольно серьёзную проблему с позвоночником. Но занималась я по 2-3 часа каждый день в течение года. И вот после года наступили существенные очень улучшения. Удивительные. Потому что до этого меня отправляли, ну, как всегда, на операцию у нас же отправляют. Спину я вылечила полностью. Естественно, понятно, что йога стала абсолютным авторитетом. Я имею в виду физические упражнения. Да, сейчас. Что касается йоги в Индии. Йогой в Индии сами индийцы занимаются мало. И распространена она среди местного населения очень мало. Если занимаются, то это в основном средний класс людей образованных, людей, в общем, состоятельных, у которых есть свободное время. Вообще, вот вы знаете, есть такое понятие, что йогой, духовными практиками, вообще духовной жизнью заниматься может вот Раджа, царь. Потому что у него решены все материальные проблемы. То есть человек, который по рукам и ногам скован бытом, да, и решением, постоянным поиском, как ему, и на что ему выживать, и на что ему кормить семью, ему немножко не до йоги, не до духа. Это невозможно. Вот мой кашмирский учитель, был джинатх пандит, замечательно у меня сказал вещь однажды, что, знаешь, какие два главных условия духовной практики? Так вот, это финансовая независимость и крепкое здоровье. И я не сразу это поняла, не сразу оценила всю мудрость глубокую вот этих слов. Вот. Так что с йогой в Индии, йогой в Индии занимаются иностранцы. Они приезжают туда со своими инструкторами, или они приезжают туда к каким-то индийским учителям йоги. Там есть очень хорошие, до сих пор, я их знаю лично. Один из них, вот, собственно, за две недели меня поставил на лыжню йоги. За две недели занятий, и после этого я не могла остановиться. Вот такой это был человек. Но это был ученик Дириандры Брахмачарии. Ну, вы имеете в виду духовные практики йоги? Нет, я имею в виду он... Асаны? Да, да, я имею в виду асаны. А йога как духовная практика? Йога как духовная практика скрыта по ашрамам маленьким, средним, и чаще всего по домам. Просто частным домам людей, и это не афишируется, об этом никто не говорит. Много. Кто нужно, тот узнает, и тот найдет, и придет. А вот огромные ашрамы, где занимаются йогой, такие как Шивананда, например, причем с довольно дорогими курсами, туда в основном ездят иностранцы. Индийцев там практически нет. Только преподаватели. И аюрведа, и йога в Индии, сейчас в современной Индии, ну, я, наверное, не ошибусь, если скажу, что на 90-95% для иностранцев. А что вы думаете о йоге в России? И о йоге. А той йоге, которая на Запад сейчас приходит. И возможно ли действительно Западу получить что-то полезное, пусть и путем хотя бы физической йоги, которая сейчас более на Западе популярна, чем духовное учение. Хотя среди европейцев тоже есть, наверное, сильные практики, какие-то реализованные мастера. Наверняка есть. Наверняка есть. То, что я вижу под названием йога, в основном это, конечно, физкультура. В основном это, конечно, фитнес, иногда принимающий, ну, совсем комические формы. Очень мало я вижу, во всяком случае, из того, что я знаю, очень мало я вижу по-настоящему вглубь ведущих учителей йоги и с правильным основательным пониманием того вообще, что это такое, что это за соединение, что там, с чем нужно соединять и для чего. Это очень мало встречается. Но также я могу сказать, что даже делая вот эти упражнения, правильно, хорошо, часто, регулярно их выполняя, все равно начинают происходить, да, через тело, да, сначала через физику начинают происходить некие изменения внутри человека. И это может воздействовать в конечном итоге и на сознание человека тоже. Я так считаю. Возможно, я думаю, что я не ошибаюсь в этом. Потому что, в конце концов, мне тоже приходилось это испытывать. Есть определенные положения, в некоторых, особенно асанах, есть несколько таких вот ключевых, что ли, асан, в которых, которые правильно сделав и правильно оказавшись вот в такой розе ветров, не ветров, а пран, в розе пран, да, оказавшись, вы можете уловить это состояние и его запомнить. И потом вы уже его сможете без асаны снова вызывать в себе. Так что я считаю, что да, даже через упражнения можно как-то вот начать изменять свое сознание. Как вы думаете, это определенный путь для Запада отойти, возможно, от какого-то материализма, да, через чур, и вот улучшить свою духовную жизнь, внутреннюю жизнь? Я очень надеюсь, что это так. Мы посмотрим, мы посмотрим, вот как будет дальше складываться ситуация в мире. То есть мы видим очень странные вещи, да, которые происходят сейчас, достаточно страшные, но мы видим также и другую сторону. Масса людей, которые вдруг становятся, отказываются от мяса, становятся вегетарианцами, вдруг, внезапно, да, вот что происходит, которые начинают заниматься йогой, ну, пускай даже так, пускай даже вот на таком, на фитнес-уровне, но всякое-то лучше, чем впадать в депрессию и наркотики и полную безнадёгу. Правда? Да. Ну, давайте посмотрим, есть ещё какой-то запас времени. Прогнозы разные очень, правда, по поводу того, что мир ожидает, но давайте посмотрим. Благодарю. Скажите, вот вы являетесь специалистом по текстам, написанным на санскрите, по текстам индийской культуры, да, линии, буддийской линии. Вот как вы думаете, эти тексты, они, казалось бы, в такой древности созданы, да, вот чем они могут быть полезны сегодняшнему миру, современному миру. Да, вот это очень такой важный момент, который я часто стараюсь подчёркивать. Вот многие думают, что мы соприкасаемся, когда мы говорим о ведах, о упанишадах, вообще любых текстах, записанных на санскрите в то или иное время. Мы считаем, что это нечто древнее, нечто прошедшее, не касающееся нашей жизни напрямую. Так вот это величайшее заблуждение. В том-то и дело, что именно в этих текстах даются прямые ключи, вот такие, если хотите, лайфхаки, да, для современного человека, касающиеся жизни, смерти, любви, свободы, творчества, вообще разных граней, разных сторон человеческой жизни. Вы так здорово сказали, так поэтично. Да, Виктория, и вот насчёт санскрита, так как вы специалист в санскрите, существует такое мнение, что санскрит — это нечто неживое, да, уже давно забытое. Вот расскажите, пожалуйста, ваше видение санскрита, и почему вы его изучаете, почему эти тексты живые? Вот это одно из заблуждений, их очень много вообще, об Индии много заблуждений у людей, которые либо никогда там не бывали, либо как-то не так увидели её. Санскрит не просто живой, он чрезвычайно живой язык. И я присутствовала неоднократно на собраниях знатоков санскрита в Индии, которые не просто его знали и переводили с него на английский, скажем, язык, а на нём свободно общались. Причём в течение вот нескольких дней проходили семинары, они проходили в Варанасе, они проходили в Джамму, где собирались пандиты и общались друг с другом на чистом санскрите. И все свои выступления они тоже делали на санскрите. Вот. И в одном из них даже мне удалось поучаствовать в очень кратеньком, но это, конечно, там фурор вызвало. Как это может иностранка говорить на нашем языке богов? Это было целое событие, хотя я сказала несколько фраз буквально. Ну, во всяком случае, суть в том, что он живой, живее всех живых, и он является базой всех, собственно говоря, языков Индии, современных языков. И, вы знаете, я скажу, что даже если человек не интересуется глубоко индийской философией или йогой, а просто начнет изучать санскрит вот ради тренировки своих мозгов, то это потрясающий инструмент. Он оттачивает ум и способности человека в других каких-то сферах могут проявиться самым неожиданным, удивительным образом. Вот. Я помню такой момент был интересный. Я знала французский, но значительно хуже английского языка, потому что я особо его не использовала. Но он был. Где-то он оставался, да, на хард-драйве. И вот в Пуни появляется француженка, и я в этот момент интенсивно изучаю санскрит. И я вдруг заговариваю с ней на таком французском, на каком я никогда раньше не говорила. Почему? Вы понимаете, как будто высвобождается, вот какие-то блоки снимаются. Это делает санскрит. Такова его грамматическая структура, фантастическая, записанная гениальным Панине в трактате Аштадхиаи, восьмикнижая, знаменитом. Вот всякому уважающему себя интеллектуалу читать и хотя бы просто познакомиться, ну, хотя бы вкратце познакомиться с этим трактатом очень рекомендую. И, кстати, метод вот этого кодирования, кодировки огромных санскритских, грамматических правил в короткие, сжатые сутры. Вот этот метод использовали индийские программисты ещё лет 20 тому назад. Это был именно метод Панине. То есть они об этом говорили. Очень интересно, благодарю. Скажите, вот в плане духовного какого-то развития, как вы считаете, санскрит может помочь вытащить что-то человеку? Вот есть даже такое понятие, что существуют некие слова-ключи на санскрите, которые действительно помогают нам продвигаться по духовному пути, что-то из себя внутри это вытаскивать, возможно, этого внутреннего гуру немножко пробуждать. Да, это абсолютно так точно и есть, потому что санскритский алфавит, он сам по себе уже обладает мантрической силой. То есть каждая буква санскритского алфавита является биджей, семенной, семенным слогом, семенной мантрой. И произнося эти звуки, правильно произнося их, ещё очень важна правильность произношения. Вы подключаетесь внутренне, подключаетесь к вашему внутреннему учителю, то есть к космическому, к брахману, если хотите знать. Ваш атман, ваше внутреннее я, настоящее я, подключается к вселенскому брахману. Вот что происходит. Благодаря вот этим инструментам. Санскритский алфавит это инструмент, с которым можно удивительно достигать результатов, если правильно работать с ним. Но это особые практики, которые даются в определённых традициях. Вот это очень развито в кашмирском шилаизме, например, практика матрики и малине. Это достаточно такие секретные вещи, которые даются от учредителя к ученику и широко не афишируются, потому что это действительно величайшая сила. Это атомная энергия. Это атомная энергия, заложенная в звуки. И, соответственно, когда человек проходит через поиск такого учителя, он уже что-то отдаёт, и, можно так сказать, немножко отходит от своего эгоизма и, возможно, готов к тому, чтобы ему давали такие сильные практики. То есть вот этот внутренний поиск учителя настолько, если его приводит к этому настоящему учителю, что... Я думаю, что не происходит встреча с настоящим учителем, пока ты не подходишь. То есть вы просто не... Как это называется? Compatibility, да? Как это называется? Совместим. Да, вы просто несовместимы до какой-то поры. То есть ученик... Ученик должен обладать какими-то определенными качествами уже. Это не значит, что он полностью уже избавился от эго. Если он избавился от эго, ему не нужен уже никак учитель. Он сам учитель. Он уже сам сидит и сияет. И своим этим сиянием и лучами, которые от него исходят, он уже... Вот... Он уже гуру. И ему уже ничего не нужно. А хотя бы... Ну, хотя бы с какими-то вот... Прийти... Понимаете, с искренним поиском с каким-то. Люди часто говорят, как мне быть? Как мне вот... Как мне найти учителя? Как мне поменять свою жизнь? И при этом люди не в состоянии выучить даже английский. Я не говорю о санскрите. Я часто с этим сталкиваюсь. Понимаете? Должен быть какой-то цветок на алтарь великого знания, который приходит свыше. Что-то нужно... Должна быть жертва. Вообще понятие жертвы очень центральная, базовая, глубочайшая, пронизывающая всю индийскую... Вот эту всю индийскую культуру, историю, философию, йогу. Понятие жертвы. Некой жертвой. Не обязательно она должна быть кровавой жертвой. Это нечто... Понимаете? Это такой поклон и признание высшей силой, которая существует. Не я венец природы, царь... Царь зверей. Да? А я только часть, маленькая микроскопическая пылинка огромного вот этого космического колоссального танца, вот этой мозаики вселенской, удивительной, волшебной. То есть вот такое вот... Вот такое состояние. Понимаете? Перед чем-то. Вот если человек способен перед чем-то вот так стоять или голову свою преклонить, значит, он уже на очень правильном пути находится. Благодарю вас за такое объяснение. Очень поэтичное, очень образное, я думаю. Ну, действительно, оно такое глубокое. Позвольте несколько вопросов по вашей книге. Вот вы написали такую очень интересную книгу «Индия. Бродячее блаженство». И там вы в предисловии пишете, что бродячее блаженство называют садху. В Индии, да, которые вот не привязаны ни к чему, они не остаются долго на одном и том же месте. Как вы считаете, мы все по жизни являемся такими странниками? То есть, конечно, в западной культуре мы стараемся что-то создавать и как-то вкладываем в это такой смысл, что это на века. Мы вот на это работаем, трудимся, вкладываем там. Но, тем не менее, это лишь определенный этап всегда в жизни, да, это проходит, и мы вот по этим этапам в жизни движемся. Вот как вы считаете, можно вообще всех нас назвать какими-то странниками, чего-то ищущими? Возможно, это ваше положенство, да? Ну, конечно, мы все странники. Ну, конечно, мы все странствуем из от рождения к смерти, из смерти в новую жизнь, если верить нашим замечательным индусам, да. Удобную религию придумали индусы. Вот она действительно удобная, потому что она радостная, она не такая, вот, понимаете, мрачная, что ничего нет за зияющей пропастью смерти, да. А вот они говорят, что есть, никуда ты не денешься. Еще попробуй умри, да, в этом альдуизме, как вот некоторые шутят. Вот. То есть постоянное путешествие из тела в тело, да, непонятно в какое ты попадешь дальше, какое ты себе сейчас создаешь тело в будущей жизни. Из семьи в семью, из страны в страну. Ну, безусловно, конечно, конечно, мы странники, и листья на ветру. Они живут так, как будто бы смерти нет. То есть внимание основное, энергия основная, человеческая, уделяется вещам, которые как раз недолговечны, которые непрочны, которые хрупки. И совершенно игнорируется то, что единственно нерушимо, живущее внутри нас. Вот его-то как раз и как-то прошли мимо. Словно-то и не заметили. Виктория, скажите, мне вот из вашей книги очень запомнился один совет, возможно, ваш. Вы там пишете, что если вы хотите узнать человека по-настоящему какого-то, вы должны съездить в Индию. Да, вот почему именно Индия? Что там раскрывается? Вот, понимаете, у нее есть такие особые свойства, которые я увидела на протяжении всех этих лет. Но вот уже больше 20 лет я танцую с этой страной в удивительном каком-то, непредсказуемом танце. И она не перестает быть загадкой. Она становится еще большей загадкой. Вот это одно из свойств. Она никогда, ты никогда не можешь сказать, вот я знаю Индию. Вот человек, который говорит, я знаю Индию вдоль и поперек, не может он знать. Который говорит, я знаю санскрит в совершенстве. Невозможно знать санскрит в совершенстве, потому что это само совершенство санскрита. Это и есть совершенный язык. И Индию нельзя знать. Она все время тебе подгоняет какие-то сюрпризы. Причем, как прекрасные, так и ужасные. И вот в этом и есть такое здоровое напряжение, хорошее. Баланс. Понимаете, да, такой вот момент творческий в этом есть. И почему? Потому что у нее вот одно из свойств ее это удивительным образом проявлять настоящую внутреннюю скрытую суть той или иной ситуации того или иного человека. то есть люди меняются фантастическим образом иногда. Причем в разные стороны. Вот один человек в Петербурге, в Париже, в Нью-Йорке и вот он на горной тропе гималайской. Это совершенно другой человек. Причем как прекрасные качества часто расцветают под индийским небом именно, так и не очень прекрасные. Такое тоже бывает. Но реже. Гораздо реже. Надо сказать, что пока что благородная часть человеческой природы пока что побеждает. Во всяком случае в группах наших не знаю, как дальше будет. Вот. То есть Индия способна как лакмусовая бумажка проявлять скрытые какие-то страхи, скрытые сомнения и также реализовывать намерения скрытые в человеке. И особенно это мощно происходит вот в каких-то храмах вот в тех самых местах силы, о которых мы с вами уже сегодня говорили. Именно там есть возможность вот их вытащить. И иногда человек иногда человек в шоке от того, что он видит, от того зеркала, которое ставит перед ним Индия. Тоже в разных смыслах. Удивляются, это не я, не может быть, этого не может быть. Или что-то такое очень долго, какое-то чаяние, которое долго-долго в человеке вот формировалось или вот какое-то желание какое-то, мечта какая-то скрытая. Он едет в Индию, он возвращается из Индии, раз, и оно происходит. Оно происходит. То есть исполнение желаний, причем не только в Манаса Деве, вот есть храм в Харидваре, знаменитый, богиня, который, считается, специализируется на исполнении желаний. Не только в ее храме, а практически в любом хорошем, сильном храме действительно исполняются желания. Но это правда, ну что я могу с этим поделать? Вот это звучит как волшебство какое-то, как сказки, но это чистая правда. И так до сих пор пока еще, пока еще Индия держится. Хотя я должна заметить, это касается и вашего предыдущего вопроса, вы спрашивали про современную Индию. Я должна сказать, что Индия, конечно, очень-очень скатывается в материализм тоже, очень стремительно на глазах. И не знаю, как это, как дальше это будет вот все выглядеть, но пока что вот того духа и той, понимаете, той вот благодати, за которой люди туда отправлялись лет даже 10 назад, 20 назад, 30 назад вот той Индии. Помните книга такая Беша Мазмед, чудо, которым была Индия? Вот этого чуда все меньше и меньше, и вот этого трепета благодати все меньше и меньше в ней остается. Есть, остался, надо искать. Это не то, что... Все сокрытие, да. Не то, что вы в Дели выходите в аэропорту и... Ну все, и вы в Самахе... Там еще это с мудрыми аэропорт, знаете, в Нирване... Нет, 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 друзья мои, ничего подобного не происходит. Да или жесткий, страшный мегаполис, поэтому надо искать с очень сильным внутренним намерением. Тогда возможно. То есть можно сказать, что Индия, в принципе, она тоже нам оказывает пользу, проявляя какие-то наши ограничения, показывая ту сторону жизни, которую мы на Западе так эволюируем, так вот делаем все красиво, да, и стараемся, возможно, не думать о том, что в мире другому существует, да, существуют какие-то отрицательные стороны жизни, что не у всех есть, что есть, не у всех ездить спать, да, не у всех есть вообще даже возможность помыслить о том, что можно развиваться духовно и не нужно выживать, соответственно, здесь как-то приходится нам с этим сталкиваться и самим собой договариваться, о том, что да, это тоже существует. Ну, если мы говорим о России, то мы не очень-то и на Западе, у нас Орел-то двухглавый, и в ту и в ту сторону смотрит так удобно, удобно посредине, то есть нам как Восток близок, так и Запад частично близок, но многие вообще русские вот философы и писатели склонялись к тому, что Восток гораздо ближе, что он роднее, вот. И что касается негативных сторон, ну, боже мой, конечно, конечно, они везде, просто Индия масштабом своим берет, когда у вас полутора миллиардное население, ну, почти полутора миллиард, приближается, вот уже сейчас, наверное, уже ближе стало к этой цели, да, потому что огромная рождаемость, да, и знаете, во сколько раз плотность населения? В 60 раз превышает индийская плотность населения российского, вот. У нас-то еще просторы прямо сохранились. У нас колоссальные, да, пустоты зияющие, да, которые определяют наш характер, кстати, во многом. То имеется в виду, что проблемы есть буквально в каждой стране, там, Швейцарию даже не исключают, но в Индии они все становятся очень яркие, очень сочные, очень такие, уж если проблема, так уж проблема, понимаете, такая вот кричащая. все там очень контрастно и ярко, вот за что ни возьмись. Все там в рост идет. Почему там вот так намерения реализуются быстрее, чем где-либо? В России тоже это есть. Вот ты ходишь с каким-то желанием, с какой-то там мечтой, стремлением к каким-то раз, вот ты встречаешь человека, который отвечает тебе на это, или ты просто этого человека хочешь встретить, он тебе встречается. В России это происходит, но гораздо медленнее, чем в Индии. В Америке происходит еще в 10 раз медленнее, чем в России. Вот я могу сравнивать, да? А в Индии ты только подумал, ты только вот что такое, раз моментально пространство тебе сигналит и ответ приносит в той или иной форме, в виде человека, или в виде книги, или в виде события, или ты попадаешь в какую-то такую ситуацию. Батюшка, я же только что вот об этом думал, я же только что мечтал. И удивительные, удивительные вещи происходят. Полученная сенситивность пространства. Да, да, да. А если поднимаешься в горы, вот там выше двух-трех тысяч метров, там совсем потрясающие вещи. Там можно общим настроем группы создавать погоду, буквально. То есть, если появляются люди со страхами и сомнениями, то они могут вызвать дождь и бурю, и они могут создать лавину даже, которая всё движение всей группы прекратит. Виктория, вот последний вопрос. Вы упоминали о наших великих мыслителях, философах, писателях, художниках, да, которые тоже издревле, ну как не издревле, да, но, по крайней мере, ещё в царской России, они стремились на восток, они бывали в Индии, да, самые яркие, это, наверное, представители Рерихи, из западных, наверное, путешественников приходит на ум Александра Давидна Эль сразу. Вот, как вообще, вот, вы были знакомы с их трудами до этого, вдохновляли ли они вас чем-то? Ну, конечно, расскажите. Конечно, с юности, естественно, всё, что было доступно, всё, что только можно было тогда прочесть, ну, сам издат великий существовал, очень много можно было прочесть, сам издать, то, конечно же, это были первые вдохновители. Первым, знаете, кто был? Ну, наверное, да, конечно, Рерихи. Первым из вот таких индийских мыслителей мне попался, мне, наверное, было лет 18, Джидду Кришнамурти. Я очень любила его книги, я читала их уже в оригинале. Он был одним из первых, пожалуй. Ну, и дальше, дальше, наверное, было Урабин, да? То, что было, понимаете, доступно. Я спрашиваю к тому, что вроде это же наши сатечественники, да, вот Рерихи там. Ну, Рерихи, да. Я вот даже сейчас так не припомню сразу, кто у нас еще из действительно писателей русских вот так вот посещал Индию. Ну, вот Верещагин, вот Верещагин, Василий Верещагин, художник и военный и писатель одновременно. Причем талантливый во всех трех ипостасях абсолютно талантливый, удивительный человек с потрясающими картинами. У него целая серия есть работ как раз об Индии. И причем о высокогорной Индии тоже. Удивительные картины, удивительные у него дневники. Вот, очень рекомендую всем читать и смотреть Василия Верещагина, например. Тоже хороший пример того, что это не чуждо нам и давно была эта тяга, возможно. Ну, потому что есть родство, оно есть. Оно, никуда не денешься от этого, понимаете. Вы знаете, очень вот разница большая, пожалуй, самая такая бросающаяся в глаза между русскими и индийцами. Они, конечно, очень доброжелательные и они абсолютно лишены агресса. Вот, если взять в сравнении в массе, да, вот массу, вот взять толпу, которая в час пик едет в метро и час пик метро в Индии, тоже давка, тоже кошмар, тоже переполненные там автобусы, вагоны метро. Метро, кстати, очень хорошее в Дели, если говорить о Дели. Но неважно, вот такие некомфортные условия, как люди себя ведут у нас и как люди себя ведут в Индии. Вот, за 20 с лишним лет я ни разу не видела ни одной вот какой-то агрессивной нападки, вот какого-то вот на дорогах, чтобы какие-то происходили вот разборки по поводу... Да, послушайте, я за 20 лет не видела там столько ДТП, как я вот в Питере вижу, за третий год я здесь езжу, вот это больше, потому что каждый день я вижу ДТП здесь по несколько раз. Ну, понимаете, вот они умеют это держать, в отличие от нас. Мы, конечно, ну, у нас суровая природа, погода, история, у нас гулаги, в конце концов, были, у них не было. Но, опять же, вот, понимаете, Индия, её история была полна страшных испытаний, войн, завоеваний, разрушений, конвертации иноверцами, иноземцами, да, всё же это было, разрушались храмы, убивались брахманы, что только не было, всё это было. Но ведь дух сохранился индийский, сохранилась вера и почитание тех же богов, которых они почитали и издревле, ничего не ушло, всё осталось живо.